потому что хз что там блин в траве мы просто ждем закатик просто выбрались на местный пляж ну честно пляж так себе я очень избалована уже пляжами мой муж мой супруг красивый красивый муж мой смотрите как сиди сам аккаунт у меня клёвый ой благодарю благодарю саму лёхи тоже классный аккаунт ну смотрите я аккаунт делаю как для себя в этом большая разница то есть я я делаю такой как бы материал ну то есть я делаю то чтобы я хотела смотреть сама у меня ко всему такой подход понимаете то есть я вот ко всему отношусь именно так чтобы вот я хотела да сама то я собственно людям и даю а когда люди просто рубят капусту на своих аккаунтах у них честно говоря получается говнище вот смотрите пойдемте вот туда вот там охеренное дерево у них получается говнище у меня все очень от души идет да вот я вот такого человека мне очень важно чтобы люди смотря там мои истории мои stories да смотря мои там читая мои посты смотря мои фотографии чтобы людей вырабатывались какие-то эмоции появлялись какие-то эмоции иначе все это не имеет никакого ну никакого вообще смысла для меня я считаю что это все просто зарабатывание бабла это все он мертвичина понимаете это бездуховность какая-то на мой взгляд классно зарабатывать деньги тем что тебе приносит удовольствие по жизни и это вот как раз об этом разговор я хотела сделать о том что у нас люди к моему великому сожалению очень медленно меняются очень медленно обучаются и вообще не хотят обучаться то есть вот очень 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 такие твердолобые вот вам дерево подойдут дерево покажу посмотреть какую просто потрясающе а эти корни как вены мы туда мы дальше не пойдем там ни хрена не видать а в чем проблема наших людей смотрите как красиво давайте по-честному да наши блогеры в основном это очень такие циничные и расчетливые люди в основном для блогеров их блог это просто бизнес не больше и вот они там вам что-то затирают втирают ну и вы поняли да вот и людей которые делают какой-то качественный контент их единицы потому что для большинства способ выживания способ заработка особенно для русских людей это не творческая площадка вы мало найдете людей очень мало найдете блогеров которые творчески реализуются в инсте к сожалению когда я начинала в инсте это было так потом пришли русские не в обиду русским но блять но это факт потом пришли русские блогеры и просто все засрали честно русские блогеры принесли в инсту вот знаете такую безвкусицу полнейшую блять мыльные какие-то оперы перетирание косточек обсуждение раньше чтобы вы понимали в инсте не было анти пабликов блять раньше в инсте не было такого засера как например сейчас сейчас инста превратилась в контакт реально то что это было в контакте в контакте было огромное количество всякой херней каких-то кучи кучи каких-то групп закрытых закрытых да где всякое говно блять было и инста была свободна у инсты вообще была другая политика вот в инсте люди живете поделились своей жизнью да там кусочками своей жизни и делились своим творчеством поэтому инста очень круто вот было там где художника фотограф модели какие-то творческие люди у нас их же у наших людей у русских людей творчество полностью наглухо отсутствует вообще блять вообще вот его нет если есть если есть это единицы это я могу сказать вот я вам скажу честно да когда я там познакомилась с какими-то топовыми там я не знаю блогерами да я не буду про как про кого-то конкретно говорить но просто скажу что мне от них пришла гибная публика давайте вы знаете что кудинная публика кто такой что такое гиби да посмотрите когда человеку говорят это сейчас вам скажу кто-то если кто-то узнает себя ничего в этом страшного нет если никто себя не узнает заебись вы большой молодец но если кто-то себя узнает может быть даже поймет о чем речь какой дерево когда человек вот когда человеку дают какую-то информацию да или когда человеку просто какой-то образовательный контент дают или просветительный или например какую-то они не за этом какие-то там красивые просто фотографии по себе говорю человек очень скуп на какое-то проявление эмоции он посмотрит либо пройдет мимо потому что ну и типа даже не будет лайкать либо лайкнет но вообще ничего не напишет это вот в порядке вещей но когда когда происходит розыгрыш какой-то хуйни очередной айфон хуефон поездка какая-то поебень да просто для меня это поебень я никогда не участвовала и никогда не собираюсь участвовать если только это я не знаю просто что-то нереально невъебенно охуенное должно быть вот но у нас люди настолько и когда я говорят им короче для того чтобы это выиграть вы должны отлайкать последние посты там у 20 спонсоров написать под каждым постом комментарий да все 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 ноги в руки и побежали заметили заметили какая у человека должна быть мотивация что-то надо надо получить на халяву то есть человек не будет ничего делать то есть он даже не будет я вам говорю даже не будет тупо ничего комментировать он не будет проявлять никакую активность ему надо что-то пообещать на этом в основном зарабатывает большинство топовых блогеров все блять да все на этом зарабатывают даже прям просто очень известной личности вас нам зарабатывать на этом они обещают какой-то херотень выиграй mercedes выиграй блять там я не знаю 120 iphone сука в игры ну что-нибудь блять что-нибудь даже если это будет и не затерка блять понимаете или не запилочка для ногтей все равно люди хотят это выиграть понимаете у людей вот это вот жажда халявы просто а настолько велика что блять это пиздец это просто пиздец я не участвовал ни в одном гиви и блять на нахрен мне это не надо потому что я считаю что я заработаю я заработаю на новый айфон на поездку блять еще на что-то наши люди не хотят работать это я вам говорю как не это я вам говорю блять это я вам реально говорю так есть они не хотят включать свои мозги они не хотят вкладывать бабки в свое образование но они хотят что-то сука получить на халяву либо скидка восемьдесят процентов это тоже очень и очень блять действует на людей вот когда люди слышат восемьдесят процентов хотят тоже маркетинговый ход и них она там не восемьдесят процентов вот там вообще в принципе даже практически нету никакой скидки люди ведутся я смотрю как бедных людей на это на все подписывают они лайкают не понимают что лайкуют подписываются на ненужные абсолютно аккаунты пишут какие-то непонятные сука сердечки то есть такая знаете вот для обезьян ну то есть это для меня вот лично для меня это ощущение что людей воспринимают как обезьян и которых таким образом дрессируют ну типа мол повышать и нам активность каким образом как вот у меня сегодня задали вопросы вообще бы просили рассказать про инсту так удерживать подписчика как заинтересовать подписчика как вообще блять стать блогером в наше время это просто хорошо как сложно объясню почему потому что наш блог наши подписчики вообще наша публика просто просто какая ленивая она не хочет ничего, вообще ей лайкать в лом, читать, блядь, тем более в лом, то есть, если там текст, его же надо, блядь, осилить, это же вообще пиздец, поэтому в основном стимулирует всю гивами, да, гивы, 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 в основном это только гивы, в Америке, кстати, гивов нет, в американских аккаунтах вы не встретите гивы, вот, это гивы, и гивами стимулирует активность всех аккаунтов, вот это вот так, то есть, если вы видите огромные там блять просто да там раздутые миллионные вот эти вот аккаунты это гибны они набирают таким образом да то они там все хочешь выиграть там я не знаю блять там траля ля 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 nokia 138 22 0 10 блять да там или шучка как херотень вот расческу хочешь выиграть это такой вот блик вот значит то подпишись на 120 спонсоров каждому спонсору пара лайкай две последних публикации под каждой публикации оставь свой комментарий комментарий из менее там не менее десяти слов и жди блять и представьте там участвует тысячи из тысячи выигрывает блять ну дай бог 5 человек все остальные которые нахрен проиграли а это кстати я вам объяснила это мне тут объяснили вот это вся публика которая ну типа вот эта вся публика который участвует во всех этих делах они на постоянке участвуют понимаете то есть если они они постоянно уча одни и те же люди и причем оказывается они создают кто не знал они создают кучу левых аккаунтов и участвуют с нескольких аккаунтов сразу то есть они там создают например 20 пустых аккаунтов да вот и с этих 20 пустых аккаунтов участвуют в этих гилах. И такие думают, ну какой-то же аккаунт выиграет. И поэтому публика, когда вы подписываетесь с нами, ну то есть вы, например, там, какая-то у вас коллаборация произошла, да, с кем-то, вот, с миллионниками, очень многие удивляются, что от этих от этих миллионников приходит просто охренеть, какая неадекватная подписота. Приходят пустые аккаунты, очень, которые в надежде, что вы тоже будете какие-то гивы делать. То есть они в основном, вот это все, это халявщики, объясню, это халявщики, которые привыкли что-то все время на халяву иметь, они приходят, они к вам, на вас подписываются, это вот, чтобы вы на будущее знали, да, они на вас подписываются в надежде на что-то получить от вас. Вообще, все гивы, это вся подписота, которая приходит только в надежде что-то выиграть. То есть вы, им, в принципе, на вас посрать. То есть кто вы, какой вы блогер, блядь, что-то вы там пишете, психолог, хуё, посрать, вообще болт положить. Им нужно, чтобы вы там, блядь, ну, что-то очередной приз какой-то разыграли. Они сидят и ждут. И ждут, 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 когда вы ничего не разыгрываете, все, вы говно. Вы говно, вы их обманули, кинули и вообще, блядь, все, идите вы в жопу. Вот так работает, вот так работает гибная система. Вот. А удерживать подписчиков, ну, как удерживать подписчиков, вообще, как бы, как работает инста, сейчас алгоритм инсты, да, это максимальная искренность, на самом деле. Люди сейчас, слава тебе Богу, слава тебе Богу, научились, ну, как бы, да, научились видеть, где их пиздят и где нет. Это очень радует. Люди научились разбираться, да, в том, что, ну, в том, где правда, где нет. Вот. Просто я такое, я топлю за искренность в людях, да, я топлю за то, чтобы люди творили от души, для души и не наебывали друг друга. Я не понимаю, зачем это делать. Я за честность между людьми. Поэтому я не выставляю то, что я не выставляю, вот, и выставляю только то, что, то есть, во-первых, я за эстетику, я за красоту, я не люблю снимать, я не знаю, знаете, вот, все, когда ты снимаешь, весь свой быт. Как ты посрал, как ты поел, как ты подтерся, как ты в душ сходил. Я вообще этого не понимаю. Я не люблю снимать еду. Мне очень часто спрашивают, Мария, бля, пажа, там, снимите, как вы где, что вы едите, ля-ля-ля. Для меня я, ну, когда, иногда мне приходится, знаете, типа, снимать, да, и я там кофе пью, например, но я не люблю, я не люблю это, да, у нас вообще посрать, у нас люди, мне кажется, с толчка уже будут, блядь, скоро снимать. И это реально И это будет нормально Я как-то уважаю свои границы И по мне лучше снимать вот такое Какую-то красивую красоту Вообще эстетику какую-то Даже я могу и выложить что-то очень откровенное Но это будет тоже эстетика Даже порнуху я выложу красивую Понимаете, если я ее выложу Что, блядь, вряд ли Эмоциональные дни, да, офигенно я проживаю А как я проживаю? Я вообще очень эмоциональный человек Я очень эмоциональный, очень счастливый человек То есть для меня вот такая картинка, которую вы видите сейчас Это обычная картинка моей жизни Она для меня не фантастическая Это не из разряда я уехала отдохнуть И вот у меня вот такая картинка Я считаю, что у человека картинки такие быть Должны в принципе, блядь, ну, круглый год Потому что наша жизнь настолько коротка Что когда, как душа мутит, смотрели Что когда вы проанализируете свою жизнь И поймете, что вся жизнь, она была закрыта у вас в коробочке Вы ничего в жизни не увидели, не почувствовали Да, и все прошло в каких-то ограничениях Вы во всем себя ограничивали А у нас, заметьте, у нас же, к моему великому сожалению У нас, то есть у нас мышление у людей Оно очень грустное Это вот я вам говорю Я же сама родилась, наверное, не я родилась с таким мышлением У меня мама с таким мышлением, да? Долгое время была У нас люди, для того, чтобы быть счастливыми Они считают, что им нужно пострадать Им, знаете, вот выстрадать Им нужно, мама не приезжает Им нужно выстрадать счастье Именно заслужить, понимаете, да? Просто заслужить То есть они считают, что они должны заслужить Хорошую жизнь, хорошего мужчины Хорошую, я не знаю, там Хорошую зарплату У нас все практически через одного Все считают, что они недостойные Особенно женщины Они недостойны красиво жить Они недостойны То есть какая-то такая, знаете Какая-то внутренняя травля самого себя В итоге людей приводит к тому, что Ну, то есть для меня Для меня я считаю, что Ну, а нахрена вообще нужна жизнь? В принципе Для чего? Давайте так Цель вообще, цель нашего существования Вот если глобально рассмотреть Просто рассмотреть Вот тебе дана жизнь Завтра она у тебя может закончиться Просто оборваться Вот, блядь, взял ты и не проснулся Нет, это остров Флорос Взял ты и не проснулся Вот, блядь, нахуя ты жил? Ну, честно Зачем ты жизнь-то свою прожил-то вообще? Что ты делал в этой жизни? А жизнь это всегда эмоции Получение эмоций Для меня жизнь Это, ну, ощущение какой-то легкой эйфории Легкого счастья Бля, жизнь офигенная штука Когда ты получаешь от нее истинное удовольствие Истинное удовольствие Когда ты получаешь от еды удовольствие Да, когда ты кушаешь то, что ты хочешь кушать Да, а не то, на что тебе хватает денег Когда ты находишься в том месте, где ты хочешь находиться А не там, где тебе приходится Когда ты живешь с человеком и занимаешься сексом С тем человеком, с которым тебе кайфово заниматься Да, а не с тем, с кем приходится Потому что, блядь, ну, как-то так получилось Когда ты одеваешь вещи, которые тебе хочется носить А не которые, ну, которые у тебя есть Ты за кем-то донашиваешь У нас же все так Но вся жизнь Вся жизнь у людей Именно через призму страдания Пиздострадания Просто вот А зачем мне в Москву, друзья мои Ну, зачем мне в Москву приезжать, блядь Вы посмотрите вот сюда Давайте, посмотрите на небо На океан Выгоните теперь в свое окно Вот, на моей листики Да, на берег, блядь На зеленуху Нахуя мне нужна ваша Москва Ну, зачем, господи Что же все на Москве-то бзеканулись А одни и те же, ну, типа Москва, 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 Москва Да нахуя она мне всралась, блядь Что в этой Москве Вот что в этой Москве есть того, чего здесь нету Чего? Бетон Бетон, бетон, бетон Бетон, бетон, бетон Метро, блядь Охуенное метро С людьми С унылыми говно Которые в метро ездят То есть, блядь, там других, по-моему, там очень редко можно Встретить что-то более позитивное Все, люди все С абсолютно отсутствующими лицами, блядь Вся, вообще, весь город, блядь Основан на том, что он просто потребляет людей Он людей просто настолько потребляет, что люди там вообще Блядь, причем, знаете, самое, ну, самое вообще Во всем этом Какой прикол-то Я когда жила в Москве Я поняла это уже заранее Заранее То есть, я уже в 24 года прекратила полностью работать Я поняла, что я не буду работать Идите нахер Я когда задавала своим родителям вопрос Я говорю, мама, а зачем мне нужно высшее образование? Она говорит, чтобы работать Я говорю, а работать мне зачем? Она говорит, чтобы деньги зарабатывать Я говорю, и все? А я говорю, а счастье там, какая-то реализация? Мне на этот вопрос никто не ответил Никто, нигде никто не ответил Ну, какая там, какое счастье, какая самореализация Все, ты должен работать То есть ты, и тебя изначально просто встраивают в систему И все И ты такой, все, хуярь Работай, естественно, 99% Это повезет тому, кто будет работать по специальности И кому эта специальность будет приносить удовольствие Но согласитесь, мы в возрасте института Мало кто вообще понимал, чем он хочет по жизни заниматься Поэтому пошли кто куда Экономисты, бухгалтера, финансисты И все, блядь, очень серьезное, конечно, юристы Юристов полная, блядь, Москва Да, вот И, а по факту, людям не нравится То есть мне, мне хватало на работе максимум на 7 месяцев И я уже после месяца я понимала, что это херня Все, чем я занимаюсь, херня Я перекладываю бумажки, отвечаю на звонки И сижу, а завишу от какого-то непонятного дяди У которого там настроение меняется Он может просто там оскорбить меня, уволить, снизить зарплату, да И все И я жду, когда нахуй закончится рабочий день И я жду, когда будет конец месяца Или аванс, чтобы получить деньги и просрать Все Никакого удовольствия от работы, от своей я не получала Я стала получать удовольствие От спорта Да, но я им занималась уже давно И от фотографии Я стала понимать, что, блядь, классно Вообще классно заниматься тем, что тебе нравится Реально, это же классно Я думаю, блядь, так вот это классно же И думаю, да и ни от кого, и не зависит ни от кого Тоже классно И думаю, вот оно, вот так должно как-то быть Но, но, прошу заметить, город Москва, блядь, это не для таких людей Город Москва, это для людей, как раз таки, которые хотят на кого-то работать Которые не хотят И когда, и поэтому я и к чему это говорю К тому, что, когда ты всегда был с таким мышлением Всегда был с таким мышлением, да А я всегда была с таким мышлением Но, к сожалению, наше общество, оно же тебя пытается как бы прогнуть И особенно родители, которые, да Ой, а как же пенсия, как же пенсия Мне это часто родители мне говорят, да что, о, Маша там, а как же, как же пенсия, блядь, я говорю, ну, блядь, как-то вот так, без пенсии, блядь, вот, смотрите, как красиво, да, и вот, когда я поняла, что лучше я сделаю, лучше я первые несколько лет буду чего-то лишена, ну, я выструю из себя личность, да, я выкую свою личность, я найду себя, вот что я поняла, блядь, Маша, тебе надо найти себя, что тебе нравится, сука, вот что тебе нравится в этой жизни, потому что я не знала, мне никто не говорил, реально, мне никто не задавал этот вопрос, Мария, что вам нравится, о чем вам нравится заниматься, да, всем было до, ну, типа, поняли, да, вот, и поэтому я начала сама себе задавать вопросы, Маша, что тебе нравится, чем тебе нравится заниматься, что тебя вдохновляет, что тебя торкает, я начала вот этот путь самопознания и копания, я поняла, что больше всего, да, то есть у меня творчество в любой реальность это фотография мне безумно нравится воплощать безумные идеи делать разные коллаборации да мне нравится вот этот вот обмен энергии с другими людьми мне нравится создавать картинки я это делаю исключительно охренительно я в этом уже больше десяти лет я работал с крутейшими фотографами с крутейшими великими день на данный момент даже многих считаю вот и потом я начала понимать что когда стала путешествовать а начала понимать что вот она вот она я создана для путешествий все я это поняла то есть я поняла что мне нравится не в плане того что я не люблю путешествия как вот люди там отели бронируют все эти туры объекты посещают все там у них расписанных такси посадили они поехали все не мне нравятся понимаете мне нравится такой отдых, вот, палатки, горы, вулканы, какие-то вот, чтобы, блядь, не было там вообще туристов, труднопроходимые, труднодостижимые, да, вот такое, вот, и когда я поняла это, я началась, все, я такая думаю, бля, ну и вот оно, и пазл мой сложился, что я просто, знаете, как бы, я никогда, наверное, не предавала себя с точки зрения того, что я никогда не прогибалась под общество, чтобы оно мне не говорило, мне пророчили все, что только можно, и что через 5-10 лет обо мне никто не узнает и не услышит, и что я состарюсь в одиночестве, и что у меня жопа обвиснет, там, да, это было 10 лет назад, мне говорили 10 лет назад, что у меня жопа уже типа там 30-очки обвиснет, да, и что вообще у меня я стану страшной, и что отстанусь одна, и муж от меня уйдет, Все, все, вот это все было 5-10 лет назад, все одно и то же мне говорили, да, и хватит этим заниматься, и хватит ты хуйней страдать, и давай уж ты что-то серьезное делай, и я такая думаю, в плане серьезное, а жить, предназначение, ваше предназначение это жить, проживать свою жизнь, как вы это чувствуете, вот и все, это единственное ваше предназначение, вот посмотрите фильм, мультик душа, там как раз про предназначение, там помните пианиста вели, да, и вот у него вроде было предназначение, а счастливым он не был, а вроде был гениальным пианистом, и даже со своим предназначением ни хера он не был счастлив, а когда ты, бляда, ты просто живешь, ты просто вот, бля, я не знаю как, просто живешь, и живешь полную жизнь, то есть, ну вот полную, ты не, то есть, вот очень важно для себя иметь мечты, такие цели, вот я честно, там, завтра, послезавтра осуществится одна из моих мечт, я побываю на нереально крутом вулкане, на котором я хотела побыть очень-очень давно, два или три года назад, я просто очень видела эту картинку, и я думаю, бля, я туда попаду, я туда попаду, значит, это остров с озерами, с тремя озерами, эти озера меняют цвет, в зависимости там от погоды, да, там невероятная энергетика, там невероятная просто картинка, и мне очень вдохновляет красота, да, она вот, я вообще, я человек, я думаю, я человек такой просто вдохновитель, и мне, наверное, этого и достаточно быть таким человеком, вот, хотя я тоже часто себе задаю вопросы, может быть, это не мое предназначение, ла-ла-ла-ла-ла, а потом я как бы понимаю, что, да нет, это мое, я просто кайфую по жизни, получаю от этого удовольствие. А больше ничего вам не надо, вам больше ничего не нужно, вам нужно просто получать от жизни удовольствие, все, как вы это будете делать, это лично ваше, вы будете это делать, рисуя, может быть, вы будете это делать, готовля пирожки, может быть, вы это будете делать, конструируя одежду, не знаю, занимаясь дайвингом, занимаясь чем угодно, но вот в этот момент вы получаете удовольствие, вы понимаете, что вы живете, и это самое-самое важное, это самый важный момент, который у вас есть. И вот, ну, то есть, послезавтра, да, я просто уверена, потому что у меня была миша, например, Непал, да, и, бля, я с детства не читала о Непале, и когда я оказалась в Непале, когда я оказалась там на высоте 4000 там с чем-то, бля, я уже не помню, я просто стояла и просто думала, бля, ну, типа, да вот оно, вот этот момент, когда я, там, когда меня не станет, да, или когда у меня будет момент перехода, и мне покажут все мои картинки из моей жизни, вы не представляете, сколько их было, сколько этих картинок было вот именно таких ярких, красивых, вдохновляющих, заполняющих, живых, живых. И каждый раз, оказываясь в каком-то месте, в котором я хотела оказаться, у меня невероятные неподдельные эмоции, да, эти эмоции все время меня переполняют, эти чувства, вот, и я так живу, в принципе, я все время так живу, я вот, например, занимаюсь фотографией, да, понятно, путешествую, путешествую, но приезжая на Бали, я занимаюсь своими обычными делами, тренировкой, да, там, как бы, будни, будни, обычные мои будни, рыба, вот, а плюс я занимаюсь фотографией, вот, мне фотография настолько, что я приезжаю, вот, все, кто вокруг меня, люди, которые там со мной сотрудничают, они всегда заряжаются вот этой энергетикой моей, такие, бля, Маш, с тобой, типа, ну, как бы, работать так прикольно, потому что от тебя вот улавливаешь, что-то, а я такая все время надрайвить, потому что мне нравится то, что я делаю, мне нравится, если вы занимаетесь чем-то, что вам не нравится, это обречено на провал, генератор 4.6, это обречено на провал, это залупа, этим вообще стоит сразу же забить, потому что ни хрена из этого ничего не получится, а вот если вас прет, реально прет, прям у вас, вот, знаете, бум, какая-то вот вспышка в моменте, вы что-то, я не знаю, делаете, вы вышиваете, там, блядь, из бисера что-то там плетете, и у вас в этот момент охеренные эмоции занимает, не бросайте, вообще не бросайте, и продолжайте, кто что вам не говорил, пусть это ни денег не приносит, ни черта вам не приносит, но поверьте, это и есть вот эта вот ваша, там, искра, я не знаю, вот, вот у меня так же, я, наверное, научилась, знаете, типа, я вот научилась еще от каких-то простых, я, например, научилась кайфовать от еды, хотите прикол, раньше я не кайфовала от еды, я раньше была так заморочена, я занималась всякой херней, типа, поняли, пп, хуй п, там, блядь, бжу, сушки, хирушки, сейчас, сейчас я просто стала кайфовать от еды, то есть я стала получать от нее такое удовольствие, я поняла, блин, а что, если только здесь есть, ну, типа, что, если только здесь мы можем насладиться вкусом еды, что, если, когда мы, там, куда-то, там, перейдем, да, или, там, понятно, да, нас не станет, что, если в других, вообще, там, реальностях, еды нету вообще, она просто нам не нужна становится, ну, реально, да, то есть если поразмышлять, то, скорее всего, еда нам не нужна будет, да, потому что не будет, скорее всего, физических тел, все, и еда, это один из кайфов вот этой земной жизни, я такая подумала и думаю, блин, ну, это же глупо упускать возможность кайфовать от еды, но кайфовать, это очень, тоже такой момент, это нужно быть очень честным по отношению к себе и к еде, то есть когда вы едите и корите себя за то, что вы едите, такие, ой, бля, я съел лишних 200 калорий, или, ой, бля, мне это нельзя, ой, бля, я съел бедную курочку, бедную рыбку, ой, ой, бля, я там то-то-то, все, мы можем сразу забыть про еду, у вас обязательно-то где-то 100% отложится, обязательно, то есть вот этого, знаете, корить себя за то, что, у меня вообще другое отношение стало, у меня стало отношение такое, знаете, типа, прям с кайфом, я вот, например, панкейки ем и просто смакую вот этот вкус, там, да, или рыбку какую-нибудь, там, что-то, прям реально, сколько, перестало на эту тему заморачиваться, и настолько охеренно стало, ну, то есть, во-первых, стала офигенно форма, намного лучше, чем у меня была до этого, качество тела стало лучше, я не набираю, очень редко, там, знаете, типа, там, плюс-минус один килограмм, вот, потому что я реально, когда кушаю, у меня все в кайф, то есть я прям еду заряжаю вот просто, знаете, таким благостью, слово вот-то есть такое, да, вот этой благостью заряжаю еду и зашибись, заходит отлично, и поэтому сейчас я могу позволить абсолютно все, что я, в принципе, и делаю, да, у меня там муж вышел, да, я думаю, не будет заката, можно ехать, да, заката не будет, да, жить в моменте, не то слово, ой, блин, вообще, жить кайфово, пить хочу и есть, Катька, это раньше все нам помнишь, а, да, 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 что вы там на свой Бали уехали, как вы там, что вам делать, блядь, а сейчас такие все, блин, как вам на Бали попасть, как вам приехать, а теперь уже, ребятушки, на самом деле, не исключено, что и нам там всем попытаются тоже воткнуть иглу в задницу, ну, и что, мы, короче, все вместе, ну, мы-то с иглой в заднице здесь, а вы все с иглой в заднице, можете в заднице, можете оказаться там, не факт, что даже с иглой выпустят, тем более лето, что, страна просела, опять всех только в Крым, Крым наш, ну, да, даже после прививки, если в прошлом году можно было там в Крым еще без прививки, или в Турцию съездить, здесь, например, вообще, вот, чтобы вы понимали, вообще нет прививки сейчас, просто, да, пустой остров, представьте, одни местные, вообще, зашибись, никого. Ну, короче, сейчас мы добавим, кого-то добавим, смотрите, как пилок, афиша, звучит, как... Занька, поехали лучше кушать, я кушать хочу. Посмотрим, как у меня работает интернет, я сейчас зашел, просто интернет проверить. Мы тоже зашли, интернет проверить. Ну, да, и вы зашли, просто его проверить? Да, намешанно, это точно. Привет! Привет! Таиланда! Это остров Флорес. Как тебя зовут? Остров Флорес. Это Камодские острова. Мы здесь уже были два раза, сейчас мы приехали, были в пещере, нереально крутое, вообще, там так просто не хотела оттуда вылезать, короче, из пещеры, вот, и сбудется еще одна маленькая моя мечта, я поеду на вулкан, на который я давно хочу попасть, с тремя озерами, я уже вот только что сказала, вот, и, короче, очень давно туда хочу, у меня просто еще Риджане в списке посещения, да, покорения, это тоже вулкан, ну, он по, короче, он как, как Агунг, мы живем, конечно, мы снимаем, друзья, а смысл покупать, зачем, чтобы было свое, а зачем, не, не Бунгл, у нас, короче, здесь, не, мы здесь остановились у, я забыла, как ее зовут, она итальянка, по-моему, или гречанка, вот, и, не, вода была теплейшая, и у нее такое, да, бунгло на деревьях, типа, вот мы там, я не знаю, что это, это просто кристалл, который мне тетенька сделала специально, под меня, видите, какие красивые у меня губки теперь, только здесь у меня какая-то бята скачила, и что-то не проходит, да, сейчас вообще нет туристов, друзья, все, типа, здесь, а скоро, я думаю, вообще, путешествия станут доступными для очень, очень ограниченного числа людей, ну, путешествия по миру, я имею в виду, путешествия внутри стран, да, люди будут путешествовать, скорее всего, да, то есть, типа, в России люди будут путешествовать по России, но путешествия по миру, вот так, как раньше, я думаю, это закончилось, и, скорее всего, в ближайшее время люди не смогут себе это позволить ну потому что уже перелеты стали в разы дороже все снова дороже вот и поэтому путешествие будет такое знаете типа будет роскошью реально будет роскошью это уже так уже это ну как бы уже эта тенденция она имеет место быть поэтому будет такое очень мощное расслоение людей с большими деньгами и без денег вообще то есть это я уже наблюдаю дальше вас люди зарабатывают очень большие деньги на инвестициях на битке но он вы поняли да то есть через интернет вот и у нас очень много знакомых которые там мы тоже разные темы вошли сейчас все в интернете все переходит туда все те кто не смогли адаптироваться к новой жизни но им ссоре то есть эти люди действительно будут выживать как-то выживать вот но людей у которых денег до хера сейчас их тоже до хрена поверьте не слушайте в крым не хочу у меня знакомая в крыму на на борту туда хочется ехать уехать в крыме нету сервиса в крыме дорого зачем если сравнить бали и крым это небо и земля например на бали не знаю если в крыму на бали там где просто районы есть где нереальные виллы где нереальное количество там огромное количество пляжей бали это разные зоны плюс невероятно вкусная еда просто невероятно и огромное количество островов за которым мы можем путешествовать надоел бали поехал на на сапиниду на гиле на флорес на сумбу на сулавесе на ябу на вулканы и блять крым заебись вообще мне кажется это небо и земля ребят серьезно вообще меня крым не улез мне был не впечатлил нисколько ну вот как бы как есть не опечатлила абхазия помню я была в абхазии мне понравилось да и думаю алтай я не люблю вообще в принципе нашего такие курорты в сочи было мне не впечатляет блять но не впечатляет то есть это два только уже видела красоты реально с таких красивых местом даже тот же остров я возгоняешь там я там я не знаю брома вулкан действующий да или вот какой пульс не поняла непридача вы говорите или какой и джен ребят ну вам ну жить жить подождите жить везде дорого напали дорого знаете смотрите вот как вы выбираете большинство людей выбирает таким образом жилье или папа по жизни где жить им методом а где проще и где дешевле правильно ой блять дайте-ка я съебусь из какого-нибудь места на бали нет недвижимости можно только снять тут нельзя купить либо купить землю но это очень дорого прям блять хорошо дорого для меня знаете как я поняла в десятатах мне нужно я ставлю цель и их достигаю мне нужно например у меня нет цели там дом какой-то там да на бали на данный момент у меня есть другая цель у меня есть там цель хорошего пассивного дохода и цель максимально много увидеть в этом мире максимально много путешествий я очень хочу швейцарию сгонять да в новую зеландию в австралию то есть у меня есть определенные такие вот моменты сейчас вот мы по индонезии гоняем вот поэтому как бы да мне хочется и у меня цель например я хочу вот если жить то например я хочу жить ну там швейцарии ну для примеров время в этом когда меня там 7 ступнет мне хочется жить в швейцарии я не вижу в этом ничего запредельного ну типа блять я не вижу в этом чего-то недостижимого а у нас люди знаете как размышляют о не ну это блять это пиздец это недостижимо я буду жить в беляево вот так размышляют и и все но и они никогда не будут жить в швейцарии они всегда будут жить в беляево это факт и так живет большинство людей и так будет жить большинство людей и мышление людей к сожалению то есть если вы думаете что мышление людей можно изменить с помощью книги там одной двумя или с помощью курсов например вот хочу вас огорчить но нет мышление мышление можно изменить рисками я имею ввиду что только делами только выходом из зоны комфорта только пробуя что-то новое только перешагивает через блять вот какой-то одну блять страх свой преодолевая вот только так можно изменить мышление и до психоделики но причем психоделики надо херачить очень много это не разовое типа я сейчас раз так херану блять психоделик да и типа и типа хуё моё вот нет нет психоделики нет зачем страдания то почему страдания опять почему вы страдания типа сюда анна опять какие страдания у меня нет страданий у меня просто есть опыт я не я не считаю опыт страдания страдания опять пизда страдания блять это вас кто блять концепцию такую в голову блять вообще вложил страдать очень грустно это слышит нет зачем я например не блять я не хочу страдать я хочу охуенно жить все зачем мне страдать я хочу получать да я буду получать опыт но блять это не я не считаю это страдание тут без до страданиями значит это страдание страдание это жить в хуйне в полнейшей прокате все блять бесит бесит твоя там нищенская зарплата хуёвый дом хуёвый мужик дети короче все бесит вот реально бесит это все и вот так жить вот это блять страдание реально вот это стран это страдать и люди думают бля и многие люди уверовали что такая жизнь реально их к чему-то приведет ну реально к чему-то приведет потому что типа блять я страдаю а страдания должны как-то типа оплачиваться а в итоге выясняется что блять тебе там 70 лет да никто ничего не изменилось никто тебе за страдание бабла не дал и ты думаешь охренеть а как это так и все и вот здесь открывается ну очень много так пенсионеров кстати живет если вы обратили обратите внимание да вот очень много людей в возрасте по такому принципу живут они живут страданиями причем они в свои страдания часто еще всю свою всех своих близких втягивается заставляет еще и чтобы они еще пострадали они в болезни в страдании во всей этой поебине живут в блевотне я считаю просто вот свою жизнь просрали на потому что очень много людей свою жизнь просрали что то кто то что то добился и не когда говорят тем типа кто то в этом виноват государство во ватминовато реально ребят все жили в одном что дарстве кто-то в этом государства чете достигал кто то нет и виноваты сами люди все lines и когда я что ты когда мючу не получать я понимаю что виновата в этом я и мама не папа блять не государство которое мне ничего не дало, оно мне не должно было ничего давать, виновата, блядь, я, вообще, в принципе. И когда вы это понимаете, у вас, конечно, жизнь начинает меняться со скоростью света, и вы понимаете, типа, что, блядь, ну ты дебил был, ты пропукал шансы, упустил шансы, ну, например, алкоголики. Очень много людей пробухивали свою жизнь, пробухивали свою жизнь. И отговорки, знаете, какие были? Ну, смотрите, ну, например, типа, там, люди, менты, или, например, врачи, или авиация, да. Вот люди шли, например, вот, например, я, да, вот меня тоже пытались куда-то все пропихнуть, там, туда-сюда, но я сказала, я не буду этим заниматься, потому что я, например, не смогу быть учителем, я не смогу быть врачом, я не смогу всем этим быть, потому что, блядь, да я не буду этим, ну, просто, я, блядь, лучше, наверное, вообще, блядь, ну, не знаю, чем буду заниматься, но я не смогу этим заниматься, потому что я понимаю, что это не мое. Так вот, и много людей, обратите внимание, свою жизнь просто оставили на дне бутылки. Бухали, бухали, например, бухали 10 лет, 20 лет, хуяк, там, инфаркт, хуяк, инсульт, или хуяк, там, я не знаю, что-то отказало, печень отказало, да, все, они, прикиньте, они свое нахуй здоровье грохнули, грохнули здоровье, стали инвалидами, и что теперь делать, как вы думаете? А теперь должно содержать государство и их родственники, и это не потому, что их кто-то, что-то произошло нечаянно, типа, там, машина сбила, блядь, да, или, там, я не знаю, метеорит на них упал, вот, правильно, вот, а когда этот человек сам довел себя до такого состояния, когда он просто проебал свое здоровье, блядь, это осознно, как бы, блядь, ну, ты бухаешь, ты же должен, например, там, 5 лет, 10 лет, ты же должен понимать, что твой организм, блядь, он не выдержит такой нагрузки, что когда-нибудь он скажет пока, в итоге, он говорит пока, человек остается инвалидом, например, да, на пол жизни, потому что, например, там, в 40 его хернен, херанен, да, ну, скорее всего, в 40-45, вот это такой, для мужиков, для женщин такой возраст, очень серьезный такой, знаете, когда уже все, ресурсы, блядь, выгорают, и все, и потом эти люди становятся абузой, я считаю, что они становятся абузой, как бы это жестко не звучало, но я очень циничный в этом плане человек, вот, и они становятся для большинства, там, своих родственников, ну, абузой, по-честному, согласитесь, то есть многие пытаются куда-то пристроить, какие-то пансионаты, какие-то дома престарелых, куда угодно, вот, и я могу понять, когда это происходит, там, действительно, по состоянию здоровья, у человека какая-то была болячка, но когда люди просто сами проебывают свою жизнь, я не могу никак это оправдать, хотя хочу, пытаюсь, и очень-очень пытаюсь, и никак не могу, потому что, когда я начинаю, ну, типа, когда я начинаю вести какой-то неправильный образ жизни, там, начиная бухать, да, хотя бы, там, недельку, я понимаю, Маша, это путь в никуда, ты бухаешь, ты, блядь, а вот сейчас, не дай бог, что-то с тобой случится, и хуяк, а тебе надо будет кому-то заботиться, нахуя, блядь, ты сама, блядь, сама, своим, блядь, отсутствием мозга, своей безответственностью по отношению к собственному, мать его, здоровью, своей безответственностью по отношению к своей жизни, своей безответственностью по отношению к своим, блядь, близким людям взяла и просто положила на себя болт, поставила жирный крест и сказала, блядь, ну, типа, я такой дебил, а теперь давайте обо мне заботиться, блядь, Все, ну пиздец, честно. То есть и для меня вот это халатное отношение людей к своему здоровью в итоге несет определенную, как бы вам сказать, то есть в итоге от каких родных, Наталья? Причем здесь, Наталья, вы какую-то херню несите, причем здесь родные. Причем здесь родные. Вот вы бухаете 20 лет, просто 20 лет пьете, потом у вас случается какая-то хуйня, все, ноги отнимаются. Они отнимаются от того, что ты бухала 20 лет, Наталья, и просто бухала 20 лет, как вне себя. И теперь твоим родственникам, твоим родственникам нужно о тебе заботиться, то есть нужно тебе жопу подтирать, потому что ее уже не можешь подтирать, носить тебя на руках, кормить тебя сложно, потому что все, блядь, ты овощ стала, да? Как ты думаешь, как ты думаешь, твоим родным это вообще поебе им нужна? Ну реально, просто твоим родным ты вот овощ нахуй в сролазе, у них есть своя жизнь, например, да? Они заебись и без этого, без дерьма себя чувствовали. Правильно? Ну согласитесь, им и так было заебись. И тут, например, вы, такая, блядь, родственник, 20 лет, блядь, да? Одно дело, когда это происходит реально, ну из-за какой-то болячки, из-за несчастного случая, здесь вообще бесспорно это, блядь, даже не обсуждается. Но когда человека, таких дохуя людей, да, которые просто всю свою жизнь просто нихуя не делали, проебали и потом еще себя реально, то есть как бы еще свое вот это тело, блядь, которое уже все, да, как бы, блядь, ему уже дохера просто до пизды. Вот. Они вот, ну да, заботитесь обо мне, давайте все, да, все такие побежали. И приходится, очень многие люди из-за того, что у них совесть, из-за того, что все остальные, они берут на себя ответственность за таких людей. И им приходится за ними ухаживать, за ними подтирать. У меня есть такая девочка, да, и не девочка, и вообще есть такие люди. И они ненавидят этих людей, честно. Вот поверьте мне, они ненавидят этих людей. Они говорят, блядь, я бы могла бы, сдала бы куда-нибудь. Могла бы, сдала бы. Просто они не говорят это вслух, они не говорят это о родственниках, потому что это неприлично, понимаете, да. Но они про себя так думают. И я знаю таких людей по себе. Ну, то есть у меня есть такие в окружении люди. Они говорят, блядь, ты не писаешь, как хочется, блядь. Не могут, понимаете, да. И мне жалко и то, и то, блядь. А того, нет, того дебила мне даже не жалко. Я думаю, бля, вот это ты карму создал сам, то есть, вот это ты пиздец, блядь, как тебя угораздило, да какое наследство, там нет наследства никакого, если бы из-за наследства, блядь, понимаете, и у меня таких, я тебе говорю, я вам говорю, у меня таких примеров, когда человек там гнил заживо, потому что он бухал-бухал, у него стали развиваться какие-то болячки, какие-то гангрены, блядь, вот, он абсолютно просто никогда не занимался там своим здоровьем, да, вот, и за ним кто-то стал ухаживать, я не знаю кто-то почему, ну, типа, а, он кому-то обратился, да, типа, там вдруг резко там помощь понадобилась, вот, и там такая вообще, думаешь, бля, 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 причем их ничему ничего не учит, то есть, они считают, что как бы так и должно быть, это, эти, кстати, люди никогда не станут ответственными, потому что наша ответственность, да, это в первую очередь наше здоровье, давайте, вот, реально, наше ответственность, это наше здоровье, в первую очередь, и ты несешь ответственность за свое здоровье, вот и все, поэтому это, ну как бы, родственники, охуеть, то есть, а вас, подождите, а вам родственники что-то, блядь, должны, вот это у вас позиция, родственники, нихуя вам не должны, поверьте мне, родственники могут хотеть вам что-то давать, да, и то, если вам родственники должны, это говорит о том, что вы созависимы, блядь, все там вместе, родственники, это, да, это поддержка всегда, это там сильный, но рассчитывайте, о, блядь, мне сейчас станет плохо, я сейчас к родственникам побегу, или там, блядь, еще что-то, да, это полная, это полная херотень, и родственники такие же люди, у родственников, блядь, извините меня, вы что, для меня, например, да, Родственники, да, это клан, где каждый, типа, независимая личность, и все друг друга поддерживают, реально поддерживают, то есть, типа, да, там, как бы, является такой друг для друга поддержкой, вот это, это важно, вот, и все, но у нас люди, первое, не могут повзрослеть, не могут родители больные, еще раз объясню, вот смотрите, моя мама ей до хера лет, я вам признаюсь честно, если с моей мамой что-то случится, ну, серьезно, я маму буду свою навещать, но ухаживать я за ней не буду, вот, блядь, видите, какой я циничный человек, у меня есть своя жизнь, у меня будут свои дети, вы вообще, вы в Минько или не в Минько, вы что считаете, что я должна положить свою жизнь, свою жизнь, свою реализацию, свой дар, который у меня есть, на то, чтобы ухаживать за своей мамой, вы, блядь, у вас вообще нормально все, там, или за своим папой, у меня папа, например, не стал из-за папы, мой папа болел два года, блядь, за моим, типа, папой ухаживали в больнице, надлежащий был уход, если вы считаете, что нормально, когда лежит, блядь, полупрестарелый, гниющий человек в доме, да, в доме, блядь, и за ним ухаживает, там, блядь, кто-то, и он не хочет за ним ухаживать, потому что ни один нормальный человек не хочет, блядь, ухаживать за больным человеком, это пиздежа, я, например, не смогла бы, там, ну, какие-то вещи делать, от которых меня, там, блевать тянет, да, честно, и я бы, скорее всего, была бы не очень счастливым, а, скорее всего, была бы несчастным человеком, просто несчастным, я бы, наверное, блядь, свою жизнь бы, блядь, да ну, нахуй, я бы, наверное, блядь, уже бы повесилась там через какой-то, типа, период, я бы наняла хорошую сиделку, хорошего профессионала, или бы заработала бы на охуенный пансионат, блядь, да, а не на диване, типа, понимаете, типа, чтобы там на диване человек умирал, как это делают, да, очень многие, блядь, вот, и вы вместе с ним, нахуй, умираете, и там атмосфера вот эта вся гниющая, понимаете, типа, и ты думаешь, да ну, нахуй, я отправлю в какое-нибудь пиздатое место, типа, в какую-нибудь Португалию, с видом на океан, чтобы у этого человека был пиздатнейший сервис, понимаете, да, я все это оплачу, реально оплачу, и буду приезжать к этому человеку, и просто приезжать к своей маме, да, все, но когда вы мне говорите, значит, вы не заработали денег на сиделку, все, шо вам, блядь, вы знаете, как говорят, что, ну, либо ты деньгами откупаешься от чего-то, и то, что, либо своей жизнью, своей энергией, значит, вы будете отдавать свою жизнь, свою энергию, у вас больше нет никакого выбора, к сожалению, так устроена жизнь, и это я еще давно поняла, очень давно поняла, и мне еще тетенька про это говорит, она говорит, Маш, запомни, типа, от, там, типа, когда вот какие-то такие моменты наступают, деньги, деньги решают, ты можешь на деньги решить очень много вопросов, нет денег, значит, жертвуешь чем-то, значит, люди, у которых нет денег, они вынуждены, им приходится, ну, вам нужно позаботиться о том, что у вас эти деньги были, а для чего, а кто, подождите, вам что, кто-то деньги заработает, или что, может быть, вам их кто-то даст, вы сидите, они вам такие, хуяк, сундук с сокровищами, блядь, приплыл, ебать, 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 это мне, 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 или такие, все, не получится, либо ты в жизни покрутился, повертелся и заработал, либо, адьос, амигос, вот, поэтому для меня, я говорю, у меня это такой подход, у меня, у меня, слава богу, мама, пизда, пишет человек, вот, да, в пансионатах, блядь, конечно, это нормально, блядь, в пансионатах, вообще-то, в пансионатах работают, спец, вы, вот смотрите, давайте, давайте просто по-другому, с другой стороны, вы медсестра, вы врач, или кто вы, как вы можете заботиться о человеке, которому нужна медицинская, по факту, помню, то есть, как вы можете заниматься тем, чем вы не можете заниматься, для меня всегда был вопрос, когда люди берут на себя роль, вот, каких-то, да, там, ну, я не знаю, ухода за человеком, за которым, блядь, ну, кэзэ, как ты можешь, а если ему сейчас хуёво станет резко, да, ты не сможешь ему помочь, вот, а если то, а если и это, и, конечно, ты понимаешь, что за какими людьми, за ними нужен, ну, специальная, там, реально нужен специальный уход, специальный, и это только за бабки и только в хорошем месте, это не Россия, не, в России, если есть, то тоже очень дорого, и сейчас я понимаю, что если такое случится, то нужно искать реально хорошие места и на эту нужные бабки, всё, но это только хороший пансионат, конечно, я не, ну, это, мне совесть не позволит, да, какое-то говно сдать, как многие делали, да, сдали и забыли, но самому заботиться, да, блядь, да ладно, вы прикалываетесь, серьёзно, ну, то есть, это, ну, как бы, блядь, это же глупо, вот, там, это глупо, не, мне, если у меня такое, как бы, вот, я, как вы рассматриваю, да, я же всегда сравниваю себя, то есть, я ставлю себя на место, там, других людей, поэтому, если бы я была собственной мамой, мамой, если бы мне, там, уже, там, 85-90 лет, мне сложно ходить, все дела, моей маме сложно ходить, да, это, ммм, прям, пизда, хочу пиздатый пансионал, знаете, вот, чтобы прям, блядь, чтобы у неё был какой-нибудь вид на залив, ночью звёзды, чтобы у них там по выходным они подвухивали шампусика-винца с такими же бабулечками, поняли, да, в шахматы, в шашечки играли, да, чтобы была какая-то свежая вкусная пища, типа свежей выпечки, чтобы, блядь, к ним относились прям очень-очень не просто там как-то там с уважением, да, а чтобы их любили, чтобы они не нуждались, мне прям, я прям это вижу, как вот я вижу, да, чтобы они там такие ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха там, вот. Про бояться я не знаю, честно, болеть, просто пристадьба это, я не знаю, что можно посоветовать, ну, не бойтесь, так я могу дать совет. Да, мне, вот для меня это, это такая моя мечта, я имею в виду, что было бы круто, где-нибудь там, я не знаю, Португалия, Испания, где они у них, может быть, типа, да. Моего ребёнка, почему моего ребёнка? У моего ребёнка будет больше денег, чем у меня, я не мыслю, как вы негативно, если до кабы в лесу росли грибы. У моего ребёнка будет пиздец сколько денег, пиздец, потому что у моей мамы очень много недвижимости, очень много всего. Итак, вам на минуточку. Моя мама непростая, тетя. У неё и дом большой, огромный за городом, и дача, и хата, и ещё одна хата, так что почему у моих детей должно... А если у вас ноги не будет, как вы будете жить, прикиньте, ноги... А если двух не будет, а если языка, а если анус зашьётся, а если вы перестанете какать, а если клитор зашьём, а если вы станете наркоманом, а если вы упадёте с 20-го этажа, а если вы станете бомжом, а если ваши дети будут бомжами, а если ваши дети будут гомосексуалистами и бомжами, а если ваших детей изнасилуют и съедят, а я... Можно дальше продолжать. Это вот мыслите вы. А можно дальше это раскручивать, а если вы утонете, а если вы поедете отдыхать, а ваш самолет нахуй упадет, и вы никуда не долетите, а если вас ест акула, а если вы пойдете тренироваться в тренажерный зал, а на вас упадет штанга, или вы упадете с лестницы, и все-все переломаете. Прикиньте, а здесь нет там типа, ну как это, он гудит, но это, вот чувствуете нашу разницу мышления, а у меня мышление мое по-другому, да, вот так надо, ну он просто так гудит сильно, да, мы сейчас поедем жрать, 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 потому что я очень хочу, да, 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 а если, А если, а если ваши дети не заработают бабла, я сейчас такая этим, прикиньте, я сейчас такая, а правда, а что будет, если мои дети, а это еще лет 50-70, не заработают мне на пансионат. Да ешкины матрешкины, блядь, да через это время, может планеты нахуй не будет, и вас как вида, а вы думаете о том, что ваши деньги, блядь, вот это вид мышления. Я удивляюсь, ребят, мне страшно, как вы живете, в каком говне вы живете, и с каким говном внутри башки вы живете. Вот вы рассуждаете, да, а если, а я вот, блядь, нахожусь на острове Флорос, наслаждаюсь океаном, звуками парохода, и собираюсь сейчас вкусно пожрать, а завтра поеду на пиздатиший вулкан, и у меня, потому что нету АЕСЛИ, да, жалко, что у меня папа, блядь, не Абрамович, или там, я не знаю, не любовник Абрамович. Не, я рада, у меня муж самый пиздатый, так что не нужны мне Абрамовичи, у меня все заебись. Ой, там костер горит. Так, у меня 20 секунд осталось. Ну, у меня не заебывает Бали. Ну, вас заебывает. Ну, у меня все заебись. Так, у меня тут заканчивается эфир.